Добрый день, уважаемые коллеги. Следующий слайд можно? Сегодня много говорилось о стратегии лечения опухолей костей. И если стратегия, говоря военным языком, это наука и искусство ведения войны, и в широком смысле это высший уровень знаний, практической деятельности, обеспечивающей достижение заданных целей на основе реализации важнейших закономерностей, действующих в конкретной области, постановки соответствующих задач, выбора форм, средств, путей и методов их решения, то тактика военной терминологии означает искусство вести конкретный бой. То есть в нашем случае каждый конкретный случай должен планироваться с учетом определенных особенностей опухоли и распространенности. Следующий слайд, будьте добры. Ну, актуальность не имеет здесь, не нужно ее обсуждать. Мы не раз о ней и слышали, опухоли таза чаще всего бывают запущенными, поступают в специализированные учреждения в запущенном виде, это третья-четвертая стадия, когда уже достаточно сложно определить тактику лечения, сделать органосохранную операцию, и тем важнее наша задача. Будьте добры, следующий слайд. Продолжение следует... Это 79 пациентов, из них с первичными опухолями 115, доброкачественные 27, злокачественные 88, это статические опухоли 164, и другая патология костей таза, 138 случаев. Из этих пациентов, не получавших лечения, это уже онкологические пациенты, 56 человек, подвергнувшихся биопсии в других учреждениях, 58, и нерадикальные операции в других учреждениях, 3 пациента, и отказано в лечении в других учреждениях, двум пациентам. И выдержка из статьи Мамеджавадовича, уважаемого, до 80 пациентов до установки диагноза получали лечение по поводу неопухолевых заболеваний. Следующий слайд. Какие же этапы первичного обследования должен проходить пациент с опухолями таза? Конечно, пациент сначала обращается к онкологу поликлиники, где должен быть собран анамнез, осмотр, проведены минимальные обследования, ну, по крайней мере, рентген таза, в лучшем случае компьютерной томографии, МРТ, УЗИ, и пациент обязательно должен направить в онкодиспансер. В онкодиспансере эти обследования расширяются, возможно выполнение с контрастированием исследований, остеосцентография, толстоигольная биопсия, трепанбиопсия с определением злокачественности, верификацию опухоли стадии, выявить, первичная ли опухоль, лимита статическая, выполняется поиск первичного очага, и пациент отправляется к онкодиспансерологу. Остеонколог еще больше расширяет процесс обследования. Здесь, естественно, лучше всего выполнять уже более сложные исследования, иммуногистохимию, и проводится консилиум в составе хирурга-терапевта-радиолога, и в результате решения консилиума определяется тактика лечения и направляется в специализированный федеральный центр для комбинированного лечения с выполнением высокотехнологичных органосохраняющих операций. Как не раз сегодня говорилось, лечение таких пациентов должно выполняться только в специализированных учреждениях, только высокопрофессиональными специалистами с использованием новых высокотехнологичных методов, направленных на максимальное сохранение пораженного отдела скелета. Следующий слайд. Для определения тактики необходимо определение местного распространения опухоли. Не буду на этом останавливаться, мы уже несколько раз сегодня об этом говорили. Следующий слайд. Выполнение биопсии для определения гистотипа степени злокачественности опухоли. На этом я немножко остановлюсь, потому что, встречаясь с пациентами, которые обращаются на прием, чаще всего либо биопсия проводится некачественно, и морфологические препараты имеют недостаточного качества для постановки диагноза, либо биопсия проводится в тех местах, которые потом осложняют хирургическое органосохранное лечение. И таким образом биопсия должна выполняться только остеонкологам или радиологам. Должна быть соответствующая подготовка у морфолога. Предпочтительный способ выполнения биопсии – трипан-биопсии. Операционная биопсия показана при анатомически трудных локализациях, при отрицательном или малоинформативном результате после трипан-биопсии. И при выполнении открытой биопсии необходимо учитывать стандартный доступ предстоящего оперативного лечения. Следующий слайд, будьте добры. Для определения тактики также необходимо и распространение общего процесса, выявление метастазов, оценка общего состояния больного. Следующий слайд. В результате полного обследования опять же проводится консилиум, и консилиум определяет тактику, планирует комбинированное лечение, и учитывая гистотипы опухоли, степень злокачественности, распространенность процесса, определяется тактика конкретного лечения пациента. Следующий слайд. На слайде представлена схема лечения сарком, хондросаркома и хардома подвергаются прежде всего оперативному лечению, как и раньше таким методом выбора было бы и лечение гигантоклеточной опухоли, сейчас появилась таргетная терапия Деносумабом. Злокачественные заболевания, которые требуют химиотерапии, остеогенная саркома, МПНСТ, злокачественная гигантоклеточная опухоль, требуют проведения химиотерапии в адювантном или в неадювантном режиме, затем проводится операция, в нашем институте по некоторым показаниям проводится интероперационная лучевая терапия, опять проводится химиотерапия, лучевая терапия по необходимости и применение таргетных терапий по результатам больше литературных данных. Следующий слайд. Планирование операции является очень важным, сегодня неоднократно мы про это слышали, и не буду останавливаться, что входит в предоперационную подготовку, однако скажу, что профилактика тромбоэмболии имеет очень важное значение, так как чаще всего в послеоперационном периоде пациент умирает именно по этой причине. И планирование кровопотери, её возмещение, своевременное гемотрансфузие, использование селсейвера, использование вариантов остановки кровотечения местного, то есть из костной ткани, воска, гемостатической губки, пудр тоже является очень важным. И планирование рационального доступа, и также планирование замещения дефекта. Следующий слайд. На типах резекции я останавливаться не буду, для удобства ТАС разделён на 4 части, на 4 области, по которым планируются границы резекции. И представлю варианты лечения конкретных нозологических форм. Тактилька лечения хондросаркомы, прежде всего локализованных видов. Химиотерапия здесь неэффективна, лучевая терапия также неэффективна. Хирургическое лечение состоит в органосохраняющих операций, могут быть не требующие замещения дефекта, это при резекциях П1, П3, замещением дефекта металлоостеосинтезом, аутоалопластикой, это уже более широкие резекции, эндопротезирование при необходимости и подвздошно-брюшное вычленение. В каждом случае очень важен отступ от опухоли, по крайней мере, 3-4 см, и контроль края резекции. При рецидивных опухолях хондросаркомы, метастатической хондросаркомы, выполняется хирургическое лечение, которое, прежде всего, состоит в удалении рецидивов, межповздошно-брюшное вычленение, палеотивная химия, лучевая терапия, в основном, при додифференцированных видах хондросаркомы. Следующая. Тактика лечения остеогенной саркомы. При локализованных формах всегда первично проводятся курсы химиотерапии, в основном 3-4 цикла. Проводится оценка эффекта и затем планирование операции. После операции проводится адювантная химиотерапия с включением же препаратов, с расширением схем. Число и схема определяются степенью патоморфоза лечебного. Хирургическое лечение также важно. Здесь и отступ, и контроль края резекции, конечно, остаются. Те же самые операции проводятся. Лучевая терапия малоэффективна. У нас в институте в нескольких случаях мы выполняли интероперационную лучевую терапию на ложе опухоли в тех местах, в которых опухоль наиболее плотно прилегала к мягким тканям. Конечно, мы берем маски и отпечатки, но тем не менее интероперационная лучевая терапия имеет место. При дивах и метастазах также проводится химиотерапия. Хирургическое лечение, которое состоит в удалении рецидивов метастазов и лучевая терапия в палеоактивной варианте. Следующий слайд. Тактика лечения гигантоклеточной опухоли. Сейчас мы имеем возможность проводить современное лечение, начинать ее с таргетной терапии, дана с умабом. В случаях опухоли таза начинаем первый месяц 120 мг еженедельно, затем 120 мг в месяц. Проводится от 6 до 18 курсов, но здесь оценивается в каждом конкретном случае. И хирургическое лечение. Операции все были перечислены, не все те же самые. Единственное, что межповздошно, брюшное вычленение здесь проводится, конечно, крайне редко. И в основном это при обширной гигантоклеточной злокачественной опухоли. Лучевая терапия обсуждается. И есть мнение, что она вызывает развитие радиоиндуцированной остеогенной саркомы. Поэтому на предоперационном этапе ее применять нежелательно. Химиотерапия проводится при первично злокачественной или малигнизированной гигантоклеточной опухоли. И при рецидивах и метастатическом процессе проводится также таргетная терапия дана с умабом, химиотерапия при злокачественной гигантоклеточной опухоли. И хирургическое лечение, удаление рецидивов метастазов. И лучевая терапия в основном с палеоативной целью. Тактика лечения ПНЭТ и саркома Юинга. Считается, что до 90% при локализованной саркоме Юинга имеются субклинические метастазы, поэтому лечение, естественно, необходимо начинать с недювантной химиотерапии. Проводится не менее 4-6 курсов, оценивается эффект, планируется операция, в послеоперационном периоде проводится дювантная химиотерапия в режиме 60 курсов, также определяется лечебным патоморфозом. Поэтому хирургическое лечение, либо только радикальная операция и не радикальная операция, соотносимо с проведением химиолучевой терапии, совместно с лучевой терапией. Здесь, конечно, надо взвесить, что здесь лучше выбрать. Лучевая терапия проводится при недостаточном патоморфозе, более 10% живых опухолевых клеток в дозе 40-45 грей при микроскопическом положительном крае и при 50-60 грей при макроскопическом положительном крае. При рецидивах и метастазах проводится химиотерапия, хирургическое лечение, лучевая терапия в основном с палеоативной целью, тотальное облучение легких, ну и в последнее время приобретает популярность киберножия, особенно в удалении метастатического поражения. Следующий слайд. Тактика лечения хардома. Хардома – это опухоль, которая чаще всего имеет местные рецидивы, поэтому химиотерапия здесь никакого значения не имеет, она неэффективна. Таргетная терапия матинибом проводится в случаях сомнительной операбельности, есть сведения, что до 87% стабилизации в течение 6 месяцев после применения матиниба. При прогрессировании возможно использование цифплотина совместно с матинибом, ингибитор ФМТОР, но это тоже больше литературные данные. Хирургическое лечение здесь является методом выбора, проводятся те же самые операции. Лучевая терапия здесь малоэффективна, это радиорезистентная опухоль, и для того, чтобы был эффект, надо проводить очень высокие дозы, которые мешают потом выполнению радикального хирургического лечения и заживлению тканей переоперационных. При рецидивах и метастазах проводится химиотерапия, особенно при додифференцированной хардоме. Хирургическое лечение, удаление рецидивов и метастазов и лучевая терапия с палеоативной целью. В нашем институте мы проводили предоперационную лучевую терапию в дозе 44-48 гры нескольким пациентам, но у этих пациентов в послеоперационном периоде отмечалось медленное заживление ткани, краевые некрозы, то есть, в общем-то, осложнения были. И проводились в нескольких случаях послеоперационная лучевая терапия, где был край резекции уже интраоперационной, где был определен с положительным краем. Следующий слайд. Вот разрешите представить наши результаты. В Томском неонкологии в период 5 лет, с 2011 по 2016 год, было выполнено 87 операций пациентам с опухолями костей таза, 53 операции по поводу злокачественных опухолей, 39 пациентам. Первичные операции в 25% случаев по поводу рецидивы 14, использованием эндопротезов 17, по поводу осложнений 8. 34 операции было выполнено пациентам с доброкачественным опухолем. Следующий слайд, будьте добры. Выполнено 13 межповздошно-брюшных вычленений по поводу хондро-стокаркома 11, пнето-1, остеогеносаркома 1 пациент. 24 комбинированных резекции таза, из них межповздошно-брюшных резекций 7, потребовших эндопротезирование 17, я уже говорила, с комбинированной пластикой 14, 8 изолированных резекций, резекции крестца 4. По поводу осложнений было выполнено 12 операций, 3 из них это были послеоперационные кровотечения, развившиеся в ближайшем послеоперационном периоде. 5 инфекционные осложнения, это в основном краевой некроз лоскутов и дислокация эндопротеза в 4 случаях. Продолжительность операции от 60 минут до 6 часов, эндроперационная кровопотеря составила до 7 литров. Следующий слайд. Ну, онкологические результаты. 12 пациентов в течение 5 лет умерло от прогрессирования заболевания, 1 пациент в ближайшем послеоперационном периоде от тромбоэмболии. У 11 больных по поводу рецидива выполнено повторное хирургическое вмешательство, 3 пациентам 3 же выполнялось операции повторные, 5 из них выполнено межповздошное брюшное вычленение, 3 с резекцией мочевого пузыря и резекцией кишки. Следующий слайд. Ну и наши случаи. Позвольте представить. Хондросаркома Ж2, левой лунной кости. Пациенту была выполнена широкая резекция P3-P3. И через 4 года, следующий слайд. Через 3 года возник рецидив с обширным поражением, с вовлечением стенок мочевого пузыря, кишки. Ему было выполнено комбинированное межповздошное брюшное вычленение с резекцией мочевого пузыря и толстой кишки. И в 2016 году пациент умер от прогрессирования заболевания. Следующий слайд. Хондросаркома Ж2, левой лунной кости. Хирургическое лечение, комбинированное межповздошное брюшное вычленение с резекцией мочевого пузыря, обширное распространение. В 2017 году пациент буквально полтора месяца назад обращался к нам по поводу прогрессирования заболеваний. У него тотальный консерматоз малого таза, брюшной полости. Ему назначено было симптоматическое лечение. Следующий слайд. Остеогенная саркома Ж2, право по вздушной кости. В предоперационном периоде было проведено 6 курсов химиотерапии. Потом выполнена комбинированная резекция П1, П2, П3 с металлоустеосинтезом и в комбинации с полиметкрилатом. Выполнена в послеоперационном периоде 6 курсов химиотерапии. Эта пациентка в мае 2017 года была на контрольном обследовании. На момент обследования ни рецидива, ни метастазов выявлено не было. Следующий слайд. Гигантоклеточная опухоль, право седалищные кости. В предоперационном периоде проводилась таргетная терапия Деносумабом. Проведена терапия в течение 6 месяцев. Затем выполнена внутричаговая резекция с криообработкой и пластикой дефекта композитным материалом. Лучевая терапия не проводилась. Пациентка сейчас, буквально несколько месяцев назад, родила ребенка. Следующий слайд. Ну и пнецаркома йоинга, левые повздошные кости. В предоперационном периоде было 6 курсов химиотерапии. Стабилизация эффекта хирургического лечения межповздошного брюшного вычленения. Затем проведено еще 7 курсов химиотерапии. Прогрессирование метастазов легких. Лучевая терапия в объеме тотального облучения легких. И через 14 месяцев от начала лечения смерть от прогрессирования. Следующий слайд. Хардома крестца химиотерапии не проводилась. Хирургическое лечение и резекция крестца задним доступом. После операционного лучевая 48 грей. Через 18 месяцев после лечения рецидива не выявлено. Следующий слайд. Ну и позвольте закончить. Несмотря на сложности диагностики и трудности лечения саркомкоститаза, благодаря развитию технологии, обследования, хирургических методий, появление новых конструкций для замещения дефектов, успехов химии и таргетной терапии, лучевого воздействия, адекватное планирование и соблюдение этапов лечения позволяет надеяться на повышение эффективности лечения, продолжительности и качества жизни наших пациентов. Благодарю за внимание. Спасибо, Анна Владимировна, за такой подробный доклад. Какие вопросы возникли? У меня два вопроса. Скажите, у вас в консилиуме принимает участие хирург, радиолог и химиотерапевт. Да, и иногда патоморфолог тоже. А вопросы обследования решает остеоонколог. Это кто? Остеоонколог – это тоже хирург. Это тот человек, который ведет прием, и мы всегда коллегиально обсуждаем каждого пациента, то есть каждый пациент, неважно, там с опухолитаза или другой опухолит, обсуждается всегда коллегиально нашим ортопедическим коллективом, мы приглашаем лучевого терапевта. То есть в каждом случае это не три человека. Хорошо. И второй, если можно, вопрос. Ситуация, когда на его одевантной химиотерапии по поводу остеосаркомы играет три костей таза, отрицательная динамика. Ваш выбор. Если отрицательная, ну если это большая распространенность, здесь, конечно, оперировать смысла большого нет, потому что понятно, что здесь результат будет неудовлетворительный в результате прогрессирования. Но здесь, скорее всего, палеоативная лучевая терапия. Но процесс локальный. Процесс локальный, тогда, конечно, операцию назначить. Спасибо. Вопросы есть еще? Вопросов нет. Спасибо. Спасибо.